друзья всем привет сегодня видео по тому как рассчитать предварительно теплопотери своего здания для этого я нашел очень удобный онлайн калькулятор и попробуем сейчас рассказать как я это все дело рассчитываю калькулятор называется спроектируй.рф вот он у меня уже в режиме значит начала расчета чтобы его найти просто значит забиваете спроектируй.рф вот в яндекс и вот он открывается 1 хотя тут в доме уже другое имя вот тут можно зарегистрироваться и уже постоянно уже будет у вас пункт мои расчеты у меня вот уже один расчет есть баня и баня без утепления вот сейчас по поводу бани то есть и можно скопировать и допустим что-то добавлять и несколько вариантов делать с утеплением без утепления с различным утеплением конфигурировать смотреть теплопотери и в итоге считать что выгодно чем выгодно вам утеплять чем не выгодно за сколько окупится ну вот допустим баня без утепления проект вы выбираете регион строительства у меня от республика мордовия город саранск можно задать комментарий тут все в подсказках все очень понятно ну вот он расчетной температуры выводят самые холодные уличная температура можно это все изменить под свои какие-то ну предпочтения но я оставляю все единственное смотрите тут можно параметры поддержания температуры в доме установить вот воздух помещения в режиме комфорт я установил 25 градусов воздух помещения в режиме эконом 10 градусов то есть ну когда допустим я бани не пользуюсь и защита от замерзания плюс 5 градусов то есть по в зависимости от поддерживаемой температуры понятно что теплопотери будут разные вот дальше вперед нажимаем считать теплопотери подробно тут выбираем можно посчитать упрощенную без значит только он будет нормативные данные высчитывать которые в принципе вас не устроит потому что у каждого здания свое не все по нормативам проектируют все строят из того что какие предпочтения есть какой материал есть поэтому я строю из газоблока считать теплопотери подробно учитывать вентиляцию ставлю дальше вперед вперед опять же тут все расписано все записано все виды ограждений которые можно выбирать вы ознакомились дальше идете вперед нажимаете полы по грунту сначала вот ограждающей конструкции выбирается вот у меня уже здесь сделано вид пол по грунту зона 1 желательно если вы хотите самый пессимистичный расчет выбирать зону 1 это вот краевая зона рядом с значит со стеной до который вот зона 1 это самое значит полы которые постоянно подвержены теплопотерям зона 2 это более теплая зона 3 это уже практически в середине помещения вот тут можно эти зоны выбирать пол по грунту вот он у нас справа а также есть еще различные другие виды значит конструкции считать послойно вот у меня идет слой песок у меня обратная засыпка идет потом раствор цементно-песчаный цементная стяжка идет тоже можно посмотреть я уже это задавал толщина 70 миллиметров то есть 7 сантиметров плиты экструдированного пенополистирола 10 тоже вот 100 миллиметров или 10 сантиметров и вот он эти а термическое сопротивление нашей ограждающей конструкции считает добавили значит полы по грунту дальше вперед нажимаем стена ну стены у меня равномерные в бане то есть напишу стена чтобы понять стена наружнее то есть тут тоже можно выбрать несколько то есть если у вас помещение вы в какой-то комнате отдельно считаете вы можете посчитать отдельно стену наружную стену внутреннюю там и так далее считать послойно так же выбираем можно по нормативу посчитать можно ввести вручную если у вас уже в проекте теплопотери уже посчитаны минеральная плита то есть значит и кладка из блоков вот у меня первый идет grass внутренняя да а внешне это минеральная плита 50 миллиметров но так как я уже в другом расчете уже считал с этим утеплением я хотел посмотреть теплопотери здания без утепления то есть может мне смысла нет баню утеплять вот даже при поддержании плюсы я вот хочу посмотреть окупится у меня эти затраты на утепление или нет ну вот соответственно я вот этот слой убираю минеральную плиту убираю убрал вот тут он пишет сразу термическое сопротивление вашей стены такой 178 метра квадратный вот это вот стандартная величина предупреждает что сопротивление ниже требуемо для помещения с температурой 25 градусов на почти 50 процентов 53 и вышеописанной конструкции соответствует нормам по энергоэффективности при температуре воздуха помещений плюс 9 градусов принципе я ее и буду в таком ну варианте поддерживать поэтому принципе возможно меня это устроит вот все дальше вперед перекрытие перекрытие тоже у меня уже посчитано перекрыть чердачная я уже вот тут поставил вид перекрытия кровли из рулонных материалов считать послойным не один слой минерал ватный утеплитель 20 сантиметров 20 сантиметров вот можно там выбрать буквально вид утепления то есть прямо даже торговую марку утеплителя соответствует вот он пишет соответствует нормам энергоэффективности вперед конструкции теплых полов я пока считать не буду потому что еще не определился мне сейчас важно узнать теплопотерь хотя тут соответственно уже можно просчитать какие теплые полы уже будут для меня приемлемые тут вот еще когда вы будете рассчитывать все это вы значит обязательно нужно заполнить у меня то они уже посчитаны значит помещение указать вот я указал помещение 1 здесь я указал уже вот эти расчетные температуры они стандартные идут 25 10 5 градусов вентиляции я указал поток тоже тут надо смотреть по подсказкам вот подсказки 30 кубов на в час на человека тут можно посчитать сколько человек примерно будет в этом помещении но я указал можно сказать минимальную что один человек будет постоянно в бане можно больше сделать поэтому будут теплопотери больше и тут указываете стены вот допустим стена юг площадь стены вы указываете вот площадь конструкции можно посчитать длину высоту площадь окон тоже можно посчитать площадь дверей и вот у меня четыре стены в бане это стена юг стена север стена запад стена восток каждая видите по теплопотерям сейчас если мы свернем южные 303 вата потому что на южный север 333 вата севера стена запад 399 и стена восток 599 потому что там на востоке у меня окна больше всех и есть еще дверь входная тоже все все эти параметры выбираете там ну по дверям кстати по окнам нет это наверное из стандартов они берут какие теплопотери стандартного проема окна двери вот и значит вот это все вы ввели помещение ввели значит ограждающей конструкции их пирог ввели площадь помещения и потом переходите в раздел отчеты 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 и вот у меня единственное помещение здесь показано режимы использования комфорт эконом и защита от замерзания и идут теплопотери ватт на ватт да на час вот и того мы можем посмотреть вот значит у меня при комфортном режиме поддержания температур 25 градусов это 1,6 киловатт в час будет тратиться на отопление вани при экономном плюс 10 уже намного меньше 1,1 киловатт или 1,2 киловатта час и вот 1 киловатт при защите от замерзания вот сейчас я сравню эти данные с уже с тем с утепленным строением могу посчитать сколько у меня стоит киловатт при отоплении электричеством и понять за сколько значит какая будет экономия посчитаю сколько у меня значит стоит материал для утепления стен и посчитаю просто разделю соответственно экономию и значит материалом стоимость материала и пойму сколько лет мне надо будет окупать за сколько лет окупится этот утеплитель вот и буду уже для себя решать стоит ли утеплять вообще стоит ли утеплять значит пятью сантиметрами возможно выгоднее мне допустим если у меня энергоноситель дорогой выгодно мне может и 10 сантиметров утеплить или сделать более толстую стену из газобетона и вот тем самым вы можете уже значит все это просчитать а дальше потом уже можно считать определитесь значит с пирогом стен со всеми утеплительными вот этими мероприятиями возможно пять сантиметров можно добавить еще на перекрытие вот тоже уже может другие уже будут совершенно теплопотери потому что через крышу основные теплопотери идут и дальше уже выгоднее может мне крышу утеплить еще пять сантиметров чем утеплять все стены по 10 сантиметров да весь периметр стен и все и потом уже определились конструкции с ограждающим контуром и потом просто уже можно считать прибора отопления вот это я отдельно запишу видео как считать там есть кстати видео самого этого ресурса спроектируя рф очень хорошие очень понятные пошаговые с которыми можно все это дело здесь работать отчет можно скачать в pdf распечатать и в общем и постоянно он в вашем вот этом нике вот под вашим регистрационным значит логином он всегда у вас сохраняет всегда может зайти вспомнить что вы считали в общем рекомендую вот этот портал он мне очень понравился намного лучше по крайней мере вот удобнее и приятнее с ней работать чем с валтеком где тоже есть программа по расчету конструкций ну а на этом всем пока подписывайтесь на канал ставьте лайки если видео понравилось и показалось вам интересным